Зинди, Сэнди Logistic Challenge, это задача по регрессии. И Роман Пинков расскажет нам про это соревнование. Всем привет, меня зовут Роман Пинков, я являюсь аспирантом СПБГУ. И сегодня я буду рассказывать свое решение соревнования Зинди Logistic Challenge, в котором мне удалось занять первое место. Контест проходил на африканской платформе Зинди, длился приблизительно три месяца с 23 августа по 26 ноября. Я же сам участвовал примерно, наверное, последнюю неделю. В контесте было предусмотрено три денежных приза. За первое место — 3,5 тысячи долларов, за второе — 2,5 и за третье — тысяча. Задача была от некой логистической компании, которая занималась доставкой грузов. В контесте нужно было по каким-то деталям заказов предсказать время в секундах, которые потребуются водителю, чтобы доставить груз с какой-то одной точки, соответственно, тому, кто его заказал. Было дано два датасета. Первый — это, собственно, с деталями заказа. Он состоял из 21 тысячи строчек тройной части и 7 тысяч строчек тестовой. И был также датасет с метриками водителей. Разделение на паблик-прайват было 50% — это был паблик, а прайват-часть считалась на всем тестовом датасете на всех 100%. Метрика — RMSE. Немного расскажу о датасетах. Были даны, ну, собственно, идентификатор заказа, идентификатор получателя заказа, тип транспортного средства, на котором заказ перевозился. Но в этом контесте это была такая как бы незначащая переменная, потому что все перевозилось на байках. Был дан тип платформы. Это, я так понимаю, откуда… Ну, платформа, где был размещен заказ. Всего было четыре типа таких. Был дан тип заказчика. Это либо обычный, либо бизнес. Расстояние в километрах от… Ну, в общем, протяженности маршрута, по которому нужно перевести. И дана была температура в это время, количество осадков, выпавшее где-то там же, даны координаты, где водитель получал заказ, даны координаты, куда нужно было доставить, идентификатор водителя и, собственно, таргет — это вот время в секундах, которое потребовалось водителю, чтобы этот заказ перевести. Также даны были конкретные времена, то есть когда заказ был размещен в системе, когда водитель принял этот заказ, когда он прибыл в точку, где он должен заказ получить, и в конце концов, типа, время, когда он его получил. Также даны были метрики водителей. Это количество заказов, которые он доставил когда-то в прошлом, возраст, сколько он уже работает в компании, его средний рейтинг и количество, сколько раз его оценивали. датасет, если построить график, сколько требовалось водителям, ну, точнее, какая у водителей была скорость, когда они перевозили, можно заметить, что, во-первых, есть некоторые аутлайеры около нуля, то есть там в датасете было такое, что водителю ехать условно 6 километров, а он доставил заказ за несколько секунд. Это, видимо, происходило потому, что водитель либо, не знаю, забывал там что-то отметить в своем приложении и отмечал это, когда уже доставлял, вот, поэтому было такое. И также есть большой хвост, это когда водители почему-то очень долго доставляли заказ. Возможно, они брали несколько сразу и доставляли там один, потом другой, из-за этого все долго было. Из датасета я так на самом деле и не понял до конца. То есть непонятно, но вот такие аутлайеры были. Я с ними боролся достаточно просто. Я выкинул там по 95-му, по 85-му квантилю, все, что сверху, все, что снизу, и использовал вот так вот. Основой моего решения — это, конечно же, генерация новых фичей. Я, во-первых, взял время, посмотрел, сколько прошло там от момента, когда он заказ уже взял до подтверждения заказа, момент, когда он заказ взял до, когда он прибыл на точку, от того, как он прибыл на точку до времени подтверждения, ну, в общем, и так далее. Все разницы по времени. И вот это вот все также сгруппировал. То есть взял среднее по юзеру, взял среднее по водителю. Дальше я посчитал, а сколько у водителя было заказов в предыдущие 10 минут. Ну, то есть от времени, когда он заказ подтвердил, во-первых, и от времени, когда он прибыл на точку. Но это для того, чтобы как раз-таки попытаться найти такие вещи, когда он, например, взял несколько заказов сразу. Потом я взял время момента прибытия к точке заказа до следующего прибытия к точке заказа. Потом взял там от прибытия к этой точке до следующего подтверждения. Потом взял там от взятия заказа до следующего подтверждения. Ну, в общем, подобного рода фичи. Потом поработал с координатами. Я, во-первых, взял расстояние чисто по широте, расстояние чисто по долготе, округлил координаты до второго-третьего знака и взял по ним value counts. Ну, это некоторая такая тоже кластеризация координат, потому что там было такое, что, по сути, склады откуда доставляли заказ, ну, и в том числе и куда доставляли заказ, их было очень много одинаковых. Поэтому я взял, округлил, просто посчитал value counts. Потом также взял, просто закодировал сам маршрут. То есть это координаты, откуда человек доставлял, до куда. И тоже взял, посчитал value counts. Потом я посчитал количество уникальных координат, которые водитель доставлял, количество уникальных маршрутов его. То есть просто количество координат, количество маршрутов. Потом для водителя взял количество уникальных дней, в которые он работал, отношение этих дней к количеству его заказов, количество просто его заказов в датасете. Потом я сделал таргет-энкодинг по скорости и по водителю. Это основное, что докидывало и помогало в первый же день запрыгнуть в топ-10 приблизительно. Использовал просто без двойной кросс-валидации, просто по сплитам и с регуляризацией. Альфу я взял 10. Также я скачал из открытого источника просто сколько по времени нужно, чтобы выполнить этот заказ. То есть взял какую-то карту открытую, просто посчитал по ней расстояние и время, сколько потребуется, чтобы выполнить этот заказ. Потому что расстояние, которое дано было в датасете, и вот это расстояние порой тоже сильно отличалось. Непонятно почему. В качестве валидации я использовал стандартный, просто 5K fold валидацию. Ничего умного. На fold-ах считал модели первого уровня. Что я использовал? Я использовал LightGBM с различными обжективами, то есть L1-регрессия, L2-регрессия. Очень хорошо работала Poisson-регрессия из-за того, что у нас распределение такое, как бы скошенное немножечко. В качестве таргета тоже использовал, как он есть. Использовал корень от таргета. Использовал чистки, про которые я говорил раньше. То есть 95-й квантиль, 85-й квантиль. Полностью датасет, как есть. Использовал также, предсказывал различные таргеты. То есть, например, предсказывал скорость, предсказывал, сколько потребуется времени с момента его прибытия на точку, сколько там с момента подтверждения заказа. И все это отправлял в стакинг, в лассо-регрессию с альфой 0.01. Соответственно, у меня удалось занять первое место. Можно сказать, что мне немножко повезло, потому что у нас отрыв со вторым совсем чуть-чуть. И вот этот отрыв, по сути, от первого до третьего места, это то, что дал мне стакинг как раз-таки. Лучшая модель у меня была в районе 699. Лучшая соло-модель в районе 700. Участники со второго, и, по-моему, с третьего, возможно, даже с четвертого места, они все юзали немножечко другой подход. Они использовали классификационную модель для детектирования аутлайеров. И потом уже, то есть если это аутлайер, аутлайер, то они там предиктили условно 0 или что-то еще. А для всех остальных нормальных заказов они строили модели регрессии. В принципе, у меня это более-менее тоже учитывалось за счет стакинга, потому что у меня были модели, где были вот эти аутлайеры выкинуты в принципе, были где весь датасет. Поэтому плюс-минус тоже что-то подобное. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо, Роман. А если у кого-то какие-то есть вопросы, пожалуйста, давайте, и участник ответит. Да, привет. Спасибо за доклад. Подскажи, ты сказал, что ты за неделю до конца начал участвовать? Да. А обычно ты все-таки стараешься с первых дней? Нет, всегда за неделю. Всегда под конец лучше? Да, неделя максимум. Ой, точнее, от трех дней до недели примерно. На самом деле многие так делают. То есть особо, если посмотреть контесты в начале соревнования, ну если это не кагл, конечно, то лидерборд, он там, ну не особо как-то двигается жестко. В основном основные зарубы там уже начинаются в конце где-то. Поэтому, ну не знаю, нормальная практика. А если начинать с первого дня, там можно очень долго засидеться, потратить много времени и, ну не знаю, бессмысленно. Но ты ведь не успеваешь, наверное, все модели, все идеи свои перепробовать. Как ты выбираешь там какие-то значимые? Да не знаю, какой-то опыт уже есть более-менее. Получается проверять все, что проверяется. Обычно времени более чем достаточно. Понял. Спасибо. Еще вот там. Роман, спасибо за доклад. Сильно ли упал показатель на паблике по отношению? У меня наоборот… У меня наоборот достаточно вырос. Вот. То есть у меня… Я вот сейчас уже плохо вспомню, какие там метрики были. И в самом этом, в самой платформе не сохранился паблик лидерборд. Поэтому я не помню. Но я помню, что я наоборот очень сильно поднялся. Вот. То есть у нас там было три места. У меня, по-моему, было то ли второе, то ли третье на паблике. Но там отрывы были совсем незначительные. Вот. А на private… То есть вот мы вдвоем оторвались, а вот к SS он там чуть-чуть отстал. А я так понял, что там как бы при подсчете счета использовалась окончательная та часть, которая была на паблике видна. Не пытался ли кто-то какой-нибудь пробинг сделать, чтобы паблик максимально приблизить, чтобы потом в конечном счете это… Ну, я не пытался, вот, что я скажу. В принципе, наверное, как-то можно было. Там ограничение было, не помню, 5 сабмитов в день, что ли. Ну, можно было какие-то там ордера попробовать. В принципе, вполне разумно. Но я так понимаю, что никто таким не занимался. Если бы занимался и получилось, занял бы первое место не я, наверное. Роман, еще вопросы с трансляции. Можешь подробнее рассказать про value counts? Как ты это делал и что это дало? Сложный вопрос, конечно, в плане того, как я это делал. То есть, по сути, это стандартная вещь в пандасе, value counts по каким-то категориальным фичам. Не знаю, в принципе, можно это загуглить. А дало, очень дало много по координатам value counts. Ну, то есть, по сути, у нас координаты — это какая-то категориальная фича, в принципе, потому что было много там одинаковых. И это просто как способ кодирования категориальных фичей. Чтобы не запариваться, ничего. Ну, то есть, да, я объясню. Может, кто-то не знает, что такое value counts. Это просто количество упоминаний в датасете конкретной категории. Спасибо, Роман. Спасибо. Следующий участник участвовал в соревновании Data Souls, Wildfire, Artificial Intelligence. В этой задаче нужно было классифицировать пожары. Соответственно, Илья Плотников подробно о нем расскажет. Нормально слышно? Давай попойте X. Вот это, да, да, да. Окей. А здесь есть указка? Нормально работает. Не вижу. Ну, ладно, я попробую разобраться. Итак, всем привет. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов Митапа за предоставленную возможность выступить перед достаточно квалифицированной аудиторией. Меня зовут Плотников Илья. И совсем недавно я принял участие в соревновании, организованной совместно с Бирбанк и МЧС России под названием Wildfire AI на платформе Data Souls. Я принимал участие в течение двух недель, и так получилось, что волей судеб я занял второе место. Я хотел бы спросить, есть ли кто-нибудь в аудитории, кто слышал что-то об этом соревновании или принимал участие? Понимите руки, пожалуйста. Просто я должен знать людей, которые мне будут смотреть стыдно в глаза, потому что паблик и прайват выглядели примерно вот так. Как вы видите, мое второе место можно назвать кратко движением вверх на 38 позиций. Я показывал 40 место в паблике, но абсолютно случайно мне удалось занять второе место. Для этого есть ряд веских причин, которые мы с вами впоследствии обсудим. Вот, например, можете… Блин, ничего не видно, короче, ладно. В общем, есть такой парень, Xatol, он занимал первое место в паблике, и вот в прайвате улетел на 28 место. Ему, наверное, было очень обидно. Единственное, кто более-менее показал стабильный результат, это парень с третьего места, Раевский Дмитрий. Как бы у него было третье место и в паблике, и в прайвате. Ну что ж, могу сказать только то, что он большой молодец. Ну, естественно, для того, чтобы разобраться в причинах таких вот невероятных путешествий, нужно, наверное, ознакомиться с самим контестом. Цель контеста была в том, чтобы, используя систему классификации МЧС по каким-то входным данным, определить по точке температурной аномалии, определить класс принадлежности этой точки к одному из типов пожаров. И, соответственно, вы должны были засубмитить на платформу свой solution в виде zip-архива с кодом, который, соответственно, должен работать в буквальном смысле прямо из коробки. В качестве метки использовался micro-average-multi-class ROC-AUC, то есть что должно говорить вам, в принципе, о том, что у нас датасет лютоимбалансный. И, ну, давайте, в принципе, подробно поговорим по поводу датасета. Вот тут фрагмент датасета. Это, в принципе, он, на самом деле, довольно простая небольшая табличка. Он представляет из себя историческую выгрузку из базы данных МЧС примерно за 7 лет, ну, по крайней мере, в трейне. И, ну, там около 175 тысяч строчек. И из колонок это, соответственно, высота широта, то есть это координаты. Ну и, соответственно, дата фиксации точки температурной аномалии. Помимо прочего, в бейзлайне организаторы предлагали использовать внешние датасеты. Да, вот, в частности, три из них представлены на слайде. И, в принципе, если у вас был интерес, вы могли использовать свой конкретный датасет. Но с этим также впоследствии возникли проблемы, и некоторые участники из-за этого сильно потом пострадали. Сам по себе дистрибьюшн по классам выглядит примерно вот таким образом. Я там захайлайтил такую зону, где видно, что, например, некоторые классы встречаются суперредко по сравнению, например, с добинатными классами. Что могло стать проблемой, если, например, у нас тест в private и в паблике несозмеримо мал по сравнению, например, с train. Эта картинка, по большому счету, тупо для привлечения внимания. Ну, в принципе, понятное дело, что некоторые типы пожаров образуют кластеры в пределах России. Здесь, правда, немножко… Хотя, в принципе, нормально. Я думаю, у меня color map слетел. В общем, по месяцам, если смотреть распределение пожаров, то, например, также ясно прослеживается некоторая корреляция между месяцем фиксации точки и, соответственно, типом пожаров. Ну и, в принципе, тут у нас рассмотрен промежуток в 12 месяцев. Понятное дело, данные будут иметь циклическую природу, циклический характер, и это нужно как-то будет впоследствии учитывать в своем решении. Немного о том, как происходила оценка салюшенов. Организаторы предложили следующую схему. После завершения соревнования в течение двух недель МЧС собирает данные, и потом на этих данных, собранных в течение двух недель, будет происходить оценка вашего решения. Ну и, соответственно, еще одна проблема, которая всплыла, заключалась в том, что не было до конца известно, ну, точнее, понятно, какие данные будут доступны на момент проведения теста. Это прямо была довольно критическая задача для многих участников, потому что у некоторых решения были чувствительны к внешним данным, и они не могли до конца понять, что им нужно сабмитить. Там можно было выбрать два салюшена для сабмита, и это доставляло существенную неприятность некоторым участникам. Здесь вы можете видеть, что, в принципе, трейн сам из себя представляет данные за 7,5 лет. На паблике, я так понял, использовалось порядка пяти месяцев, и вот одинокая полосочка стоящая — это две недели прайвата. Это вот тот случай, когда одна полоска, на самом деле, это плохо. Плохо, потому что, ну, понятно, тест и трейн, они должны соответствовать по дистрибьюшену внутри класса, и, соответственно, так как у нас… Ну, в общем, есть резюмируя, да, у нас лютый имбаланс по классам, у нас очень маленький прайват по сравнению с трейном, у нас не до конца известно, какие данные будут доступны на момент тестирования, ну и, в общем, по совокупности факторов мы получаем вывод, что, возможно, я здесь незаслуженно стою, перед вами выступаю, и мне просто повезло. Кто знает. Теперь немножко поподробнее, как с этими всеми проблемами я лично справился, расскажу о своем решении. Сама модель представляет из себя стекинг и блендинг двух моделей. Это Kine Neighbor Classifier и Random Forest Classifier. Из особенностей, ну, во-первых, для метода ближайших соседей я использовал только три фичи, те, которые давались оригинально в датасете. Ну, единственное, что я заэкстрактил месяц. Для Random Forest Classifier я дополнительно намайнил 46 фичей, и из них с помощью фичи elimination я отобрал… Ну, так как моделька достаточно маленькая, просто тренируется, то, в принципе, была возможность отобрать самые удачные, удобные фичи, и получилось в совокупности 15 фичей плюс одна фича, собранная из метафичи от модели предыдущего уровня. Стюнил и тренировал всю предложенную схему я с использованием Google Collab с помощью халебных GPU-шечек. За это большое спасибо, Google. Я использовал кросс-валидацию с пятью фолдами. Ну, конечно, к этому могут возникнуть вопросы. Если они у вас возникнут, я на них отвечу. В принципе, и паблик, и прайват, и непосредственно кросс-валидация между собой для обоих моих выбранных салюшенов неплохо коррелировала. Да, еще можно сказать, что здесь есть такая фишечка. После того, как мы заэкстрактили метафичи, это у нас получается вектор размерностью 11 переменных, соответственно, с каждым классом пожаров. Я использовал такую тему, я ее назвал калибрация, то есть мы, по сути, умножаем этот вектор на еще один вектор весовых коэффициентов, который мы подбираем таким образом, чтобы они непосредственно таргетили целевую метрику. То есть если мы во время обучения наших алгоритмов мы таргетим другую метрику, например, log-loss, которая косвенно связана с целевой метрикой, здесь у нас была возможность таргетить именно целевую метрику. И затем после того, как мы получили взвешенные уже весовые, взвешенные вероятности, мы их уже складываем. И складываем, опять же, так же с использованием разных коэффициентов, чтобы получать. Ну, в общем, это дает некоторый прирост на финальном скоре. Ну, об этом я поподробнее тоже расскажу. Я покажу табличку сводную, которую я старался собирать по возможности. А теперь немножко подробнее о фичах и о том, как я с ними справлялся. Ну, что работало? Во-первых, сработала только одна циклическая фича — это месяц. Всякие такие, как неделя года, день года, день недели, сезон и так далее, они у меня почему-то… Ну, во-первых, некоторые из них очень тесно с друг другом коррелируют, что понятно. Ну, и, соответственно, месяц в данном случае он победил, он оказался наиболее информативным. Во-вторых, та причина, по которой мне здесь возможно тоже стыдно стоять, я не использовал тригонометрические преобразования к этим фичам, ведь они циклические, тригонометрические преобразования впоследствии могли бы повысить их информативность. Так что, ну, не знаю, возможно, это бы мне стоило первого места. Не сработала такая фича, как праздники, и несколько дней до и после праздников. Я там брал день до праздников, два дня до праздников и неделя до праздников. Ну, и, соответственно, то же самое касается после. Сработало пять ближайших точек по координате к точке температурной аномалии, и также сработала такая фича топ-1, соответственно, наиболее частый пожар в месяце по всем координатам. Вот такая фича. Ну, как бы я брал на самом деле большую выборку, но опять-таки фичи elimination, большая часть этих фичей, они их просто, ну, как бы они были уничтожены. Естественно, успех решения, по большому счету, учитывая то, что датасет небогатый, зависел от тех внешних источников данных, которые вы для себя насобирали. И я подумал такую тему, почему бы не взять карты различного рода, там, всякие, там, карты лесов, карты, там, не знаю, пашень, карты рубок, карты, там, пожарные угрозы и так далее, и не заэкстрактить с них фич, и не попробовать зафидить их модель. Ну, и, соответственно, я, как бы, напридумал там какие-то разные варианты, нагуглил их, и часть из них сработало, часть из них не сработало. Те, которые сработали, вы, в принципе, видите, так же, как и те, которые не сработали. Ну, можно разобраться поподробнее, почему они, некоторые из них зажгли, а некоторые нет. Это об этом будем лечь в следующем слайде. Также хотелось бы сказать, что лично для меня не сработали те датасеты, которые предлагались организаторами в бейзлайне. Даже по секрету скажу, если вы возьмете бейзлайн и уберете фичи, вот эти вот, из этих датасетов, то у вас получится даже выше скор, чем он был в бейзлайне. Ну, и для меня это, кстати, было одним из основных таких факторов, почему я эти датасеты так же не использовал. Поподробнее о том, как я экстрактил фичи. Вот, например, вы видите карту рубок главного пользования. У нас здесь есть легенда карты. Я думаю, всем понятно, что это. И, соответственно, некоторые области спрайта закрашены в соответствии с этой легендой. И я подумал, что будет неплохо экстрактить вот эти вот, соответственно, спрайты в соответствии с легендой. Но какие есть трудности? В первую очередь сразу видно, что у нас довольно шумные данные. То есть если мы будем тупо преобразовывать градусы и широту и долготу в декарту систему координат непосредственно самой карты, и потом будем тупо сэмплить по пикселям, то мы получим достаточно много шумных точек. И я подумал, что, скорее всего, это будет доставлять некоторые проблемы. В принципе, так и оказалось. Наскоре такой подход не давал существенных преимуществ. И был предложен следующий метод. Мы берем не просто пиксель, а мы берем некоторую зону вокруг этого пикселя, то есть фильтр определенного размера квадратный. Ну и затем методом голосования определяем наиболее часто встречающийся цвет в соответствии с легендой карты. И таким образом, варьируя размер фильтра, можно получить вот такую вот картинку. В принципе, здесь фильтр достаточно небольшой. Если его использовать большего размера, то данные получатся менее шумные. И таким образом, в принципе, эта проблема оказалась решена. Мы научились экстратить хорошие чистые данные. Но, как вы видите, эта проблема только номер один. Было еще несколько проблем. Например, нерелевантная система координат. Дело в том, что некоторые карты в разных координатах не обозначены конкретно. На некоторых картах даже нет параллелей и медиан. То есть вы не сможете их сматчить, например, со своей функцией, которая у вас осуществляет сэмплинг. И для некоторых карт, например, климатическая карта, она как раз таки не сработала. И вы видите, что вот здесь есть такая зона красненькая по границе. Это вот как раз таки точки, которые зашли ниже, чем они должны были зайти. И, соответственно, данные получались немного шумные. Я никак не решал эту проблему, на самом деле. Мне было просто лень разбираться со всеми этими системами координат и писать для каждой функцию, которая позволяла бы ее осуществлять, трансформацию. И третья проблема — это, соответственно, data drift, data shift, time shift. В общем, понятное дело, что под влиянием различных антропогенных факторов, климатических факторов данные, которые изображены на карте, они могут быть нерелевантны, неактуальны к моменту проведения соревнования. Но это как бы не Россия, это просто как-то рандомная красивая картинка нагугленная. Так что такая проблема тоже могла сказаться наскоре. Ну и, соответственно, я тоже ее никак особо не решал. Но я старался нагуглить наиболее такие клевые последние карты, чтобы можно было заюзать фичи и получить неплохой скор. Ну и, соответственно, вот из такого всего мы можем получить вот такую карту. Ну здесь немножко, правда, ну как бы эта карта, по-моему, тоже у нас проблема с масштабом. Вы здесь видите, нет ни параллели, ни медиан, не к чему привязаться. То есть я так на глазок тыкал примерно, пытался определить точки и смачить. Здесь, кстати, можно поиграться и спросить, что здесь, например, не так для самых внимательных маленьких патриотов. Ну, я думаю, что понятно, да, что вот на этой карте Крым не наш, а на этой карте Крым наш. Ну, то есть получается, что как минимум, ну вот этот факт, он всплыл в процессе работы над докладом, и, возможно, он, кстати, негативно сказался наскоре. Я, честно говоря, не знаю. Будет интересно посмотреть, как модель работает именно непосредственно на данных из Крыма. Очень интересно, на самом деле, самому стало. Ну и как результат, это как бы неполная таблица. Тут можно было много чего написать, но, в принципе, можно видеть, что все те техники, которые я применял, они, в принципе, сработали, и каждый из них показывал некоторый прирост скоро. Ну и что впоследствии позволило мне занять второе место. Но хотя, скорее всего, я в большей степени уверен, что это шайкап, так что здесь особо хвалиться нечем. Это все, что касается моего салюшена. Теперь я хотел бы вкратце пройтись по решениям других участников. И начать, я думаю, будет лучше с участника, занявшего третьего места в прайвате, и третье место в паблике. Это Раевский Дмитрий. Во-первых, есть ссылочка на GitHub, вы можете там перейти. Там довольно неплохой салюшен в том плане, что он нагенерил более 600 фич, и у него прям такой огромный ноутбук на 2000 строчек, по-моему, кода, где он генерирует все эти фичи. Вы, в принципе, можете их использовать для себя, тупо наделать сниппетов, например, если вам будет интересно. Он юзал в IGBM. Он не стекал, не багал, не блендил, ничего такого не использовал. В том числе он генерил фичи из бейзлайна. Он генерил кучу статистических фич. Также, я так понял, многие участники использовали вот этот волшебный файлик, в котором содержится дистанция до ближайших городов, популяция этих городов, координаты городов. То же самое касаемо ближайших полей, лесов, заповедников. Ну и он использовал DBSCAN для того, чтобы экстрактить кластеры и добавлял некоторые характеристики этих кластеров в качестве фичей. И это ему, в принципе, позволило занять третье место. Ну, Дмитрий как бы выражал недовольство тем, что ему не хватило времени, чтобы подфайн-тюнить модельку. Ну, что поделать. Но в любом случае я могу его только поздравить. Ну и, соответственно, Вишнка на торте. Это участники команды из трех человек. Ребята заняли первое место. Я не помню, какое они место, честно говоря, не помню, какое они место занимали в паблике. По-моему, пятая. Ссылочка тоже вот приведена. Можете зайти посмотреть. Из интересного. Они юзали CatBoost. Они нагенерили порядка 250 плюс фичей. И что тут можно выделить из особенностей. Они использовали, по-моему, instance-segmentation модельку на базе Resident 50. И они экстрактили из Google Maps инстансы. Они их считали, их количество. Но я не знаю, какие они конкретные инстансы считали. И, соответственно, использовали количество этих инстансов в качестве дополнительных фичей к модели. Также они использовали всякие счетчики по ближайшим пожарам в области, общее количество пожаров и так далее. Пробовали стекинг, но он у них не зашел, по признанию Владимира. Ну и сюда в презентацию не попал ExoTall. Это чувак, который занял первое место в паблике и улетел в прайвате. Основная причина, по его мнению, скорее всего, заключалась в том, что его модель полагалась на какие-то там данные особые, которые, скорее всего, то ли не попали в тест, то есть организаторы не предоставили к ним доступ, то ли он засубмитил совсем другую модель. Из особенностей можно сказать, что он также юзал CatBoost, но он тренил две модели одинаковые, с разными седами, и затем тупо их складывал полученные вероятности. Ну и, в принципе, у меня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с радостью на них отвечу. А вот вы выбрали такие достаточно слабые, что ли, модели, там случайные леса и ближайшие соседи. Почему вы не использовали градиентный бусинг? Это хороший вопрос. Так, сейчас одну секундочку. Это очень хороший вопрос. Я забыл о нем сказать. Многие вещи вылетают из головы. В качестве третьего слоя я юзал XGBoost, и он овертюнился. То есть он показывал неплохой скор на кросс-валидации, но в паблике и в прайвете, в принципе, он скоррелировал с тем, что здесь приведено. То есть он показал скор ниже, чем вот эта вот модель, к сожалению. Просто вот эта модель, она не финал, она была где-то промежуточная. Я на нее особо не рассчитывал, но она сработала лучше, чем то, что я предлагал первоначально. Еще вопросы? Привет. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Такой вопрос. Я услышал, что ты тренировал модель на Google Collab, и, может быть, я ослышался, но ты сказал, на GPU тренировал. Конечно. А, я юзал просто XGBoost. Прошу прощения, я просто XGBoost. Да, просто, насколько я знаю, скалер не поддерживает работу с кудой и GPU и тренится все на CPU. Или я ошибаюсь? Да, да, да. Вот как раз о чем я и говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Я в первоначале ориентировался на то, что буду юзать XGBoost. И, соответственно, XGBoost работает с кудой прекрасно. Это понятно. Но когда я говорил, что я использовал Collab и GPU, я конкретно говорил в направлении именно буста. То есть здесь, понятно, дело только цепушки работали. Спасибо. Для этих моделей. Ирина, у нас вот здесь есть вопрос. Давайте еще отсюда немножечко. Илья, спасибо большое за доклад. Интересно, жизненно. Скажите, пожалуйста, вот если бы было больше времени, что бы вы делали дальше? А, прекрасный вопрос. Смотрите, у меня буквально вот на следующий день после завершения соревнования я проснулся с прекрасной идеей. Есть такая тема Lock to Wack. Может быть, слышал кто-нибудь? Это такие штуки, которые позволяют вам, используя triple loss, натренировать вектор, обеспечивающий улучшенную репрезентацию данных. Можете загуглить, посмотреть. Вот я подумал, что было бы неплохо использовать такой подход. Возможно, удал бы прирост коров. Вот там есть ребята, которые радуются. По всей видимости, они эксплойтили эту фичу. Она заработала? Ну, в общем, рабочая фича, да? Да, блин, идея хорошая, но она пришла, к сожалению, только на следующий день после соревнования. Но она просто может быть свежая, и о ней мало кто знает. Может быть, в этом суть. Ну, ок, все. Вот, если что, можете с ребятами пообщаться на эту тему, если будет интересно. Давайте еще один вопрос. Илья, спасибо за доклад. С учетом сезонных колебаний была идея использовать Arima в качестве промежуточного слоя? Ой, я, честно говоря, настолько неопытный, что даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Я загуглю, посмотрю. Ну, наверное, я некомпетент в этом вопросе, так что извините, пожалуйста, не могу ответить. Вот, давайте отсюда еще один вопросик. Привет, спасибо большое за доклад. Очень интересно, использовались ли как-то в момент обучения тот факт, что проверяться будет только на декабре. То есть выборка большая, об этом было сказано там 7 с лишним лет. Да, да, да. Но вот специфика именно декабрей, то есть вот этот дизбаланс. Да, занятный вопрос. Да, я думал над этим. Я думал, что если не использовать валидацию на 5 фолдах, а тренить конкретно на… Ну, как бы некоторые участники так и делали. И, возможно, кстати, они из-за этого и пострадали. Потому что, опять-таки, сложно сказать… Ну, как бы датасет очень небалансный. И сложно сказать, что может быть в декабре такого произойти, какой тип пожаров может условно загореться, что вот… Как бы влияние на скор может быть существенным. В общем, я пробовал разные варианты. В итоге я остановился все-таки на 5 фолдах. Потому что я подумал, что если модель будет перформить хорошо в течение всего года, возможно, она будет хорошо перформить в течение такого короткого промежутка времени. Ну, в принципе, так и получилось. Еще вопросы? Спасибо за доклад. А вот по текущему слайду можете пояснить, что за метафичи? Что имеется в виду здесь? Ну, смотрите, в данном случае… Да, не совсем… Хотя вроде как и… Ну, в общем, смотрите, метафичи первоначально — это вектор из 11 значений. Да, и вектор вероятностей. Probabilities, которые соответствуют каждому из классов пожаров. Но я видел в модель следующего уровня не вот этот вектор из 11 фича. Я применял argmax. То есть это, по сути, такой способ комматизации, зашумления данных. То есть как бы у нас есть один вектор из 11 вероятности, мы его снижаем до одного целочисленного значения. Вот, в принципе, это, кстати, возможно, та причина, по которой у меня стекинг заработал, а у других участников он особо не показал результата. Вот, потому что есть такое как бы мнение, что для таймсириз в датах стекинг не особо работает, особенно вот в такой схеме кросс-валидации с пяти фолдами. Но я не считаю, что здесь как бы у нас чистом виде таймсириз. Но это на мой взгляд. А свое решение вы будете публиковать? Там на самом деле ничего особо… Ну, как бы у меня есть более-менее как бы рабочий код. Мне просто очень лень работать над ноутбуком с трейном, сделать так, чтобы он за один ран прогонялся и все тренировал. Но, возможно, я попробую что-то с этим сделать в ближайшем будущем. Но там особо ничего такого прям нету, если честно. Но если вам интересно, я попробую что-то с этим сделать. Спасибо, будет здорово. Еще вопросы есть? Давайте вот ты с той части, Юрий, может, там вот людей… Мы отсюда много уже поспрашивали. Спасибо за доклад. Вот вы упоминали тригонометрические функции для того, чтобы работать с циклическими данными. Можете поподробнее, пожалуйста, про это рассказать? Ну, смотрите. Так, в чем проблема была моего solution, на мой взгляд? У нас как бы месяц, условно говоря, их 12 штук. И мы можем сказать, что условно какой-нибудь декабрь, который является 12-м месяцем, он похож на какой-нибудь январь, который является первым месяцем. Но если мы видим эту фичу как ordinal или категориальную, то мы получаем, что в латентном пространстве у нас расстояние, ну, даже в самом примитивном, будет порядка 12. То есть, точнее, 12-1 — 10. Чувствуете, да? Стоп, 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 стоп. Забыли, забыли, забыли. 12-1 — 11. Соответственно, то есть довольно существенное расстояние, хотя на самом деле эти месяца не очень друг на друга похожи. Если использовать синус-косинус преобразования, то есть мы как бы из одной фичи получаем две фичи, но это нужно вам лучше загуглить, поверьте, вы там найдете гораздо больше полезной и понятной информации. Но в любом случае мы должны просто получить такую репрезентацию, такой энкодинг, который бы как раз таки позволял вот этот характер зафиксировать в самих данных. То есть чтобы расстояние между декабрем и январем было такое же, как между январем и февралем. То есть это было довольно важно. Но я на самом деле, по-моему, пробовал использовать вот это преобразование, такой энкодинг. И вроде как, я точно не помню, вроде как он не зашел. Вроде как не сработал ни в каком виде. Вопросы остались? Девушка в среднем ряду. Ага, вижу. Привет, спасибо за доклад. Вопрос про то, как ты боролся с несбалансированием с датасетом и боролся ли как-то? То есть ты там выкинул какие-то классы, у которых было по 0,2% или ты на них забил? Ну смотри, да, классный вопрос, тоже я забыл об этом сказать в докладе. Я юзал, пробовал разные способы оверсэмплинга, они ни в каком виде не зашли вообще в принципе. То есть я его кидывал классы и добавлял, я юзал, есть такая библиба, смол, по-моему, она так называется, может быть слышали, которая хорошо подходит для оверсэмплинга. Там есть метод ближайших соседей для того, чтобы дополнительно добавлять данные к выборке по классам с малой долей репрезентации. Но тут в чем проблема? Такой метод, он довольно чувствительный к скейлингу. Данные у нас разным масштабом и, соответственно, возможно, это была та причина, по которой этот метод тоже не зашел. В общем, я оставил все так, как есть, потому что в таком виде скор получался выше. У нас есть вопросы с трансляцией, Юрий, по-моему, Да, конечно. Была ли возможность использовать непосредственно тарифы для понимания географических особенностей? То есть можно было ли из тарифов вычислить координаты либо регион? Тарифов, талибов, что-что, простите, я не понял немножко вопрос. Вопрос трансляции звучал так, то есть можно было, используя тарифы, понять какой регион. Тарифы какие-то? Вопрос странноватый, но у нас такие вопросы приходят из трансляции. Ну давайте так, я попробую сообразить, что здесь имеется в виду, какие-то тарифы. Давайте по-другому сформулируем. Можно было ли какие-то использовать внешние данные, которые бы помогли? Ну если в таком виде, ну смотрите, я думал, в основном я ориентируялся в своем решении на конкретные карты, я думал подключить карты плотности населения, я думал подключить карты промышленных объектов и так далее. То есть некоторые участники, допустим, команды, которые заняли первое и третье место, они использовали как раз вот эти данные, которые бы отражали инфраструктуру городов. Но я в своих решениях и такие данные на них не ориентировался. Возможно, если бы я их использовал, да, скорее всего, они бы показали увеличение скорой. я более чем уверен. Потому что для них, для этих участников эти данные оказались довольно ценные. Давайте последний вопрос. Давайте. А можете еще немножечко рассказать про карты? Как примерно этот процесс выглядел? Вот вы брали контурные карты за девятый класс, сканировали их и что-то с ними делали? Боже упаси, конечно, нет. Я использовал Google, конечно же. Ну смотрите, я тупо накачал карты, которые мне приходили в голову. Потом я, соответственно, написал класс Mapper, который осуществлял, во-первых, трансформацию долготы и широты в D-картовую систему координат, так как у нас карта плоская. И какая особенность, как я уже отмечал ранее, разные карты имеют свою систему координат. Там есть равновеликая проекция Альберта, по-моему. Есть там какие-то там... В общем, для России несколько характерных проекций существует и, соответственно, я использовал только одну, как раз с равновеликой проекцией. Для того, чтобы матчить карты с, соответственно, трансформером, я использовал точки пересечения медианы, параллелей и, соответственно, вычислял, где эти точки пересечения по системе координат самой карты и где они по координатам пикселя именно конкретно этой точки пересечения. Ну, то есть таким образом мы как бы строим такой объект, который позволяет осуществлять процесс матчинга. Ну, а потом мы тупо селектим пиксель и, соответственно, некоторое пространство с задаваемым фильтром вокруг этого пикселя. Ну, и там используем как бы... Ну, я назвал метод голосования, то есть считаем... Вычисляем расстояние квадратичное по цвету этого пикселя и вот легенд, которые здесь приведены на слайде и, соответственно, по треш-холду мы их округляем и получаем integer values, который соответствует вот как бы номеру цвета в легенде. И затем мы считаем число вот этих пикселей, которые наибольшие. Ну, допустим, если у нас там есть темно-зеленый, да, там более 15 тысяч метров кубических, если он наиболее часто встречается в этом спрайте, то, соответственно, точка, вокруг которой мы строим этот фильтр, получает вот значение как раз-таки вот этого вот нулевое значение более 15 тысяч метров кубических. И так мы делаем для каждой точки, которую мы сэмплим. В принципе, получается вот вот такого плана картина. вот нет, вот как раз-таки смотрите, да, как раз-таки я использовал этот метод голосования за счет соседних точек, он как раз-таки просто вот эти вот все обозначения шумные, они они бы не в любом случае они не соответствуют этой легенде. Они сразу же получают там особый особый лейбл, чтобы их впоследствии не учитывать при вычислении финального значения. Спасибо, Илья. Пожалуйста, вам спасибо. У нас сейчас будет кофебрейк до 13.20, после него будут интересные доклады с пользованием нейронок, AutoML, поэтому ждем вас. Еще будет самая интересная презентация, еще такое впереди. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующий докладчик Илья Кибардин, он расскажет про два интересных соревнований, в которых он выиграл медали. Это соревнование использовано в нейронных сетях, поэтому это будет особенно интересно. Поприветствуем. Илья Кибардин. Илья Кибардин. with crossroads and other road connections as vertices and actual roads as edges. But just to output this graph, this was the problem statement of Spaceman III competition that took place two years ago. But this year you had to also predict a travel time for each road. So you have to estimate the speed for each road. The metric used for the estimation of performance of the models is called average pathline similarity metric. It's quite a complex one, but in general it works like that. Your model outputs a graph. You merge the predicted graph into the ground truth one. Then you iterate over every pair of vertex and find shortest path in your graph between these two vertices. Then you compare this shortest path in the compound graph with the ground truth one. And your metric is just average inverse relative error of this length. When in Spaceman III competition, when you just have to predict the graph, the length of the edges is just their geometric length. But this year the relative error is calculated over the predicted travel times for the roads. And Arganesis provided a great implementation of this metric on GitHub, on Python, just nice and clean 3700 lines of code with such great programming best practices as copy-pasting and debugging comments. So it was really hard to use. The dataset for the competition was gathered across six cities and totaled up to 5000 image tiles. The tiles were square tiles with 400 meters each size or 1300 pixels. And the distribution of images across cities are not too uniform, so it was a good idea to sample the images in such a way so that neural network would see each city uniformly in order not to overfit on the more frequent cities. And also all the cities are quite different. For example, we have Vegas with a clean and good road layout, so it's easy for the model to understand it and it was great to meet. And Moscow with a really complex road layout, which is really hard to estimate. So the difference between cities mattered a lot and it was really important to balance them. So let's move back a little bit to the space and thought competition that was the two years old one. All the winning approaches then used this scheme. They trained a unit model for segmentation problem of the roads. Then after stacking several models and thresholding them, you get a road mask. Then you run a classical computer vision algorithm called skeletonize. Now all the roads is one pixel width, and it's easy to convert them to a graph. And also it was important to run a series of post-processing on the final graph. I'm going to talk about it a little bit later. So this was the solution for Spacing 3 competition. Now we also need to estimate the travel times for each road. In order to do that, the organizers provided a baseline solution based on the winning approach of Spacing 3. In order to estimate the speed of the roads, they binned all the road speed into seven bins and treated this as a multi-label segmentation problem. So in addition to just the binary mask of every road, you add several masks for every speed bin, totaling up to seven bins for 65 miles per hour max. And then having this speed estimation from the bin prediction, it's quite obvious how you predict the travel time. So I started participating in the competition seven days before the final deadline, so I haven't got much time. But I decided to start from the baseline solution, the organizers provided baseline solution. It's quite a good idea to start from that. By training and predicting just the provided baseline, you get around 0.44 score at the leaderboard. It's far from top, but it verifies that it is working. Then I improved the baseline pipeline just by replacing the model they use. The thing is that they use UNET with ResNet 34 encoder. I improved that by replacing the ResNet 34 encoder with the ResNet 15 encoder. It has more layers. It is more precise. And most importantly, I used not the default TorchVision ResNet 50, but the semi-supervised pre-trained model released by Facebook, which was pre-trained on imaging and billing images data set parsed from Instagram by Facebook. And it is way more precise than the default ResNet 50. And also, I replaced the UNET decoder using baseline with FPM decoder because when dealing with multi-class segmentation, the UNET decoder is too thin to get sufficient representation for multi-label segmentation. And the FPM decoder gets richer feature stack, and it is usually better for multi-class segmentation. That significantly improved the leaderboard score. But most importantly, when diving into the prediction on validation, I saw that the speed predictions looked way better now than in the original baseline. So I decided, because I had not had much time, so that the speed prediction quality is sufficient enough to reach the high place, but the binary road segmentation is not too good, and I have to improve it. So I trained separate models for binary road segmentation. All my models used UNET decoder with heavy ImageNet pre-trained. Not actually ImageNet, but also semi-supervised pre-trained by Facebook using heavy encoders like ResNet 101. And the training was carried out in four stages. Two stages on smaller crops and two stages on bigger crops. Smaller crops allow models to converge better because you can use bigger batch sizes than training in really heavy models. And then you just fine-tune them using bigger crops. So these four stages with progressive training from smaller to bigger crop size provides better accuracy for the problem. I trained the model to optimize a weighted zoom of focal loss and dice loss. These losses work great because the areas of road and negative pixels is quite unbalanced, and these losses deal great with class imbalance. And for every stage I used Adam Optimizer with default learning rate, reducing it every time the scoring validation stops improving. For image processing, I hope you can see anything, I used a standard set of augmentations during training like shifts, rotates, scales, flips, random crop of course, and also random shifts in hue saturation value image space worked great. And during validation inference, I carried out the predictions on the original full-size images, padding them a little bit with replicate padding to improve performance on image borders. Yeah, because all my models are fully convolutional, I don't need to crop or downscale my images during inference, and I can proceed with it on the full images. For all the processing, I used augmentations library. It provides fast and really convenient augmentations for computer vision problems, and it's built by Kaggle Masters, so I strongly recommend it if anyone doesn't use it yet. So my final assemble looked like that. I was using three different architectures on five folds. The ensemble is not so big because the organizers, because this is a Docker competition, so you have to provide a decentralized solution so that organizers could train them and reproduce your results. And it was required for the ensemble to be able to be trained in 48 hours on four Teslas. Also, during inference, I used default this time augmentation. That's the process when you from original image, you create eight new images by using every rotation on 90 degrees and flips. And then you average all these predictions with weighted mean, actually, in favor of more strong models of Resenex 100. Also, yeah, and this ensemble gave me a much better score of 0.53 leaderboard approaching me to the prizes places. And also an important aspect of my solution was improving of graph post-processing. So the original solution, winning solution of Spacenet 3 by ELBO, and so the provided baseline, uses a series of post-processing policies for the predicted graph. For example, the first two of them is... The first is if the predicted vertices are closer than certain threshold, which is tuned using validation, you add an edge between them. Another policy is when you have two vertices far from each other with a bigger distance, but the angle between the roads is quite similar, you can also connect them. So this post-processing solves some basic problem in connectivity of predicted masks. But I added another, the third important policy to the post-processing, which works with three-road crossroads, because the network seems to fail quite often on such crossroads. So for every vertex, we iterate above all other edges in the graph, and if the distance between them are lower than certain threshold, again, using validation, we add an edge... We split the edge in two by adding a vertex to connect it with another road. And the final results are presented here. They were calculated above using four cities. The tricky thing here is that the score is strongly defined, like 60% of the score is defined by your score on the last city, Dar es Salaam. I hope I pronounced it right. Not only the city was not presented nor in training dataset nor in public test dataset, nobody even know the name of the city until the final results were released. It was called like a mystery city or something. So such approach, of course, introduced quite a serious shake-up to the leaderboard, especially because this city is from Africa. It is really similar to another African city in the training dataset, but on the initial... When I showed the distribution of the images across the city, the only African city was the least presented one. So if you don't balance your sampling between the cities on training, you fell miserably on this new city. So that was a questionable decision by organizers by introducing such a mystery city, but still. And traditionally, all the SpaceNet winning solutions are open sourced by the organizers on their GitHub. This one is not open sourced yet, but one should consider following the organizers block in order not to miss five great image segmentation pipelines when that comes out. And the final part I wanted to talk about in this competition is the topology loss for optimizing. The thing is that every traditional image segmentation loss, like F1 score here, or DICE, or intersectional reunion, or binary cross-entropy, any of this, that doesn't really correlate with the target metric. Because as you can see here, up in the middle, the F1 score is way lower than upright. But from the middle image we get almost perfect road graph. And from the right we lose the connectivity, so the road graph is awful. And the problem is that we are optimizing with backpropagation during training the traditional losses, which doesn't really care much about the connectivity and the form of road graph. So I tried implementing one of the proposed approaches called topology-aware loss. They propose a special loss term that is calculated like that. You make a forward pass of the image flow segmentation model, obtain a predicted mask. You take the ground truth mask, calculate the traditional binary cross-entropy here, segmentation loss here, and save it for later. Then you use ImageNet pertain VGG network. You make a forward pass through it using the predicted masks and ground truth masks. So then you take all the feature maps from the VGG for your predicted mask and for ground truth mask, and calculate the L2 difference between them, and call that a topological loss. And during training of neural network, you optimize the weighted sum of the classical segmentation loss and this topology loss. And the author claims that this approach gives a great improvement on such tasks as road segmentation, crack segmentation, or something like that. But I tried to implement it, but it didn't work great for me. So I dropped it, but it may be a good idea if you're working on a similar problem. Now that's all for the SpaceNet 5 competition at Topcoder. Let's move to the second one I'm going to talk about. That's an ice detection challenge at Japanese competitions website called SpaceNet. I'm talking about these competitions together because of the close deadlines of them, and you can have a good pipeline for image segmentation on SpaceNet. You could easily obtain the great results on this competition as well just by replacing the input data. The problem statement of this competition was like that. You are given 80 big tiles of satellite images of sea with ice, and you have to find the ice regions on these images. And the evaluation metric is classical for image segmentation. It's just the intersectional reunion. I started participating in this competition like five days before the deadline. So I didn't have my time, and I approached it with the most straightforward baseline. I sliced the big images into overlapping tiles. Also it was quite important to look at the distribution of input pixels on the images because the distribution of pixel values is really close to zero and really skewed. So it was a good idea to train not on the original pixel values but to pre-process them with a logarithm and also some linear transform just to make them look better. And after slicing the data set and using such pre-processing, I just run the training pipeline from SpaceNet 5 I took earlier. And that doesn't work at all. So the intersection over union score is 0.70. This is far from top because top solutions at this point had 85 score, something like that. But looking at this image you can see that the resolution is obviously too high for the unit to capture the necessary features for them because it's like a typical image if the resolution is too high. So we just have to scale the images to be lower in order to, so unit could capture the necessary features. So we're just adding the downscale, four times downscale as the first step before the pipeline and now that works. Also this competition didn't, it wasn't Docker competition this time, so you just needed to submit a CSV file, just submit the prediction, so I was able to get a nice ensemble here of four heavy encoders and five false for each. Also the test time augmentation for every tile and that gives a score of 0.83, which is close to the top already. But as I have said I started competing five days before the deadline. When I managed to submit the ensemble it was like another day before the deadline and I was like top five or something so I had to make like a final improvement in order to achieve prizes. But the competition just suddenly ended 20 hours before the deadline and on the shakeup I got the second place, so that's it. Also funny fact is that all the prize winners are members of ODSI, so it was quite a nice rate on Signate competition website. So that's all for my talk. If you have any questions I'd be happy to answer them. Please ask your questions in English because we have translation in this language, so it will be very helpful if you will ask in English. Thank you for your report. And what was the hardware used to train your models? And what was the time of training? Could you please repeat the first one? What was what used? Hardware. Hardware. Let me remember. I used a lot of hardware for both of them because of the time constraints and I had to make everything quick, but the SpaceNet 5 solution trains on four Teslas in 48 hours and I've trained them on DGX hardware, so it also contains some Teslas. So that's quite an accurate estimate of the training time. I think that like 30 hours here I used to train the two-folds of ResNet 100 to 1 because it's a really heavy model. And for the Signate competition, there were less data in that, so the model trained quite fast. I think that you can retrain the whole ensemble in like a couple of days on eight Teslas V100 as well. Any other questions? Thanks. Сейчас у нас будет небольшой кофе-брейк на 10 минут. Соответственно, мы встречаемся в 2 часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова iii Fer humans Продолжение следует... 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 Ребята, подходите. Начинаем через 2 минуты. Садитесь на свои места. Продолжение следует... Ребята, занимайте свои места, кто еще не занял. И начинаем уже скоро. Продолжение следует... Следующий докладчик это Денис Воротынцев. Он выиграл соревнования по AutoML регрессии. Это очень интересное направление, которое позволяет обучать модели без непосредственно дата-сайентиста. И, соответственно, более подробно расскажет об этом Денис. Поприветствуем его. Денис Воротынцев. Денис Воротынцев. Продолжение следует... Денис Воротынцев. Денис Воротынцев. Денис Воротынцев. Подготовление If you wish you would like to check the articles on the topic, you could ask your colleagues about the type of features that you need to generate in this problem. You could test various ideas, different models and so on. Also the test data is available during your training, so you could use test data for generating new features. For example, when you are transforming text in the NLP task, you could use both train and test data in TF-IDF transformation or, for example, when you are working with categorical variables, you could use countencoder both on train and test data at the same time, which is a little bit overfitting if we are discussing the aim of this model. Also, you could use your domain understanding, as I told you, you could use some books, articles, and stuff on the topic. And in the end, you will get some inefficient model because you are not limited by the time which you could spend on your model. So you could train like a dozen models and then blend them together or stack or do anything else. And basically this type of competition is quite frustrating because sometimes you could achieve high positions on the leaderboard without any time investment in the model. So you just take public kernel and blend several public kernels or take public kernel and correct some obvious mistake in it and get bronze medal or even silver. So it's quite frustrating. The new type of competition is optimal competition. So in these competitions, you should just write code locally and then submit the code in Docker container to the scoring platform. So you have no idea about the test data on which the code will be executed. You have no idea on the domain of the models. You have domain of the data sets. You have no idea about the features which are presented in the data. And your solutions would be more general. So you could apply it to other tasks from the same scope, for example, time series regression. And also you have very strict time limits. So you are given, let's say, one hour to train your model. And if you are not submitting your model after one hour, you will get the worst possible score. So you need to take it into account. So basically, I participated in the auto series. It is 10th competition organized by Ford Paradigm and ChaLearn. It is time series regression. Participants were given 10 data sets, five in public and five in private part from different domains. For example, air quality, sales, city traffic, and so on. So quite diverse domains. Participants had to submit code. And it would be executed in the docking container with the following constraints. So only 16 gigabytes of RAM memory for CPU and no GPU. It was quite frustrating for me. The final scoring. So on each data set, you calculate the RMSL loss for test prediction and then rank the participants. And the final score is just average rank of the participant for the whole data sets. It was quite small competition, only 45 participants in the check phase and only 12 in the final phase. And as I told, I took the first place in this competition. I open sourced my code and also wrote a blog post about my solution. So let's have a look at it. First, I'd like to show you the example of the task. So we're given the data frame with the three columns in this task. So the first one is timestamp. Timestamp should be present in all tasks. Second column, A2, is a primary ID. So basically, this column shows you the ID of the timestamp in the data frame. So for example, retail sales predictions, A2 could be, for example, shop ID. Or if we have multiple primary IDs, it could be shop and ID of the product or maybe shop and city or whatever. And A3 is a target that we need to predict. Also, we're giving some schema of the data sets in which the type of column is stated. For example, timestamp, string means that it is a category or ID. And numerical means that it's numerical type. So in this competition, as I told you, you should submit your code. You're giving some time on training and during inference time, you will get next batch of IDs. So basically, you're making predictions for the next timestamp. And also, you're giving the results, the true labels from the previous timestamp. So it opened a possibility to use some sort of lag feature. So you don't need to predict, let's say, with window more than one. So you need to only predict next value of target. And also, you're giving some time for update. So if you wish, you could update your model or maybe update some encoders during inference. And overview of my final pipeline. So my final solution was really simple. At first, we generate some common features and then train baseline. And if we have time, we optimize hyperparameters. In the ideal world, all stages of the pipeline should be optimized as a hyperparameter. But again, we had really short time constraints and it was really hard to fit it without these tricks. So let's start from the generating common features. There are three main batches of features in my final solution. So the first one are numerical operations of pair of numerical features. So it's obvious for anyone if you run out of ideas for the competition, you could multiply some numerical features or assume some numerical features that could improve your score. And if you don't have any domain understanding, you have no idea what this feature means, you should apply the strategy on all possible pairs of features. But in this competition, it wasn't possible because we have really hard constraints on the available memory on the 16 gigabytes and it's really short amount of memory. And also, if you are using such approach on all possible combinations of numerical features, you could easily overfit your model, which is especially important in time series tasks. So it's really easy to overfit your model in time series tasks. Instead of using all possible combinations, I decided to select features to which this strategy could be applied. So when you are working with your common task in Kaggle, you could just check features, have a look at the public kernels, maybe come up with some ideas and stuff like that. But it wasn't possible in this competition. So I decided just to fit random forests, select top five, top three most important features, and then apply combinations to these top features. It was some kind of trick in this competition and it slightly improved the score. The next bunch of features are time-based features. So obviously, when you are working with time series, you want to encode some sort of known information about the time, so these features are year, month, day of year, and stuff like that. And there are three possible ways how you could treat these features. So the most obvious one is to keep them as is, so treat it as numerical. This works fine and that's okay. The second option is to treat them as categorical features and then apply some sort of encoding these features. For example, apply target encoding or maybe some other sort of encoder. Or keep them as one-hot representation. I tested this approach and it gave me a slight improve on the several data sets. But on the average, it decreased the score, so I decided not to use it in the end. And the other approach is to turn these categorical features into embeddings. It worked extremely well in the cold storage energy predictions. So in this competition, I end up on the fourth position. And in this competition, you had to predict energy consumption of the buildings based on time and various characteristics of the building. But in this competition, I decided not to use this embedding approach because it required a lot of time to train. And I was a little bit afraid that it could just fail my code and I can get zero score. The third batch of feature, and this batch of feature is probably the most important batch because in this one, we calculate the shift and div features. So basically, it is previous value of target and previous value of the most important features with several lags and also the difference between previous value and the value before and so on. So this feature improves the score dramatically because, for example, if you are using even the very simple approach, like taking the previous value as prediction for the current timestamp, it could give you some score. And in this competition, it helped a lot. And also, one important point to make, so in each data set, we had some categories. And when you are working with categories in the normal data set, you just could encode them or work with them, like one hot representation, something like that. But in this competition, it was really important to add time series ID to these categories. So for example, you have different shops with different IDs. And you have categories of the type of goods that are going to be sold. For example, food, clothes, and stuff like that. If you are not encoding your categories with this approach, you are telling it to your model that the underlying process of generating target are the same between different shops, which is not the case in the most cases. And this simple rule, of course, it increases the cardinality of your features. For example, you have five possible values in your category, and you have 50 possible time series ID. You multiply these values, and you get a new category with 250 new features, which actually could increase the time which you are spending on fitting your model. So we need to somehow overcome it in the future. The next step is validation and fitting the baseline. So again, this is really simple. I used the light GBM model and CatBoost encoder for categories. I'd like to emphasize that this CatBoost was taken from categorical encoders library. It is not actual CatBoost from known library, but some sort of own written code. So and I use target as is without any preprocessing for the baseline. One important point to make here is that what type of validation should be applicable in this task. So basically, when you are working with any type of task, your train validation split should emulate the type of split which is used during train test split. In this competition, we had to predict the next time stamp. So basically, your train validation split should be also like you take, let's say, first nine points for training and next one for validation. Which was not possible in this competition because, again, the time constraints are really hard. You have to run as many models as possible. So I just decided to reduce the number of samples in validation from the most common 20-30% up to 9%. So this parameter was an important hyperparameter of the whole pipeline. For example, if we change this number from 0.1, like 10% of the data to, let's say, 20%, this decreased the score dramatically. So it was really important. So we will date our baseline, we optimize number of trees in our model, and then if we have time, we could refit on the full data with optimal number of trees. If we don't have time, we just start making predictions. And basically, that's it for the baseline. But again, if we have time, we could optimize hyperparameters. And we have three sources of the hyperparameters in this competition. The first one are main hyperparameters of the whole pipeline, the second one are selected features, and the third one are hyperparameters of the light GBM model. So let's start. The first batch of hyperparameters to optimize are hyperparameters of the pipeline. So we have four possible options. The first one is transforming target. So basically, you could keep your target as is without any transformation. And the second one is if your data is stationary, you could differentiate your target. So your target is just difference between the actual target and the previous value. And it helped a lot to deal with, let's say, trend in the data. So it's a really powerful transformation. And the second one, second type of hyperparameters are how we're going to work with categorical columns. So it's not a secret for anyone who are working with table or data that categorical categories are probably the most important type of features in table data frames. So we could work with them either as Pandas categories, which is cool because our model, light GBM, will treat them as one-hot representation. Or we could encode them with, let's say, CatBoost encoder. When we are encoding our features in one-hot manner, it could dramatically increase the time for training your model. So basically, as I told previously, you have a lot of highly-coordinated features, highly-coordinated categorical columns. And we could spend a lot of time by fitting the model on this representation of categories. So I decided to not include it in final solution because the trade-off between the spent time on these new models and the boost of score was not that bright, so I decided just to throw it away. And that's it. So we optimized our main hyperparameters. If our model improved, we keep it. If it's not, we just throw it away. Next two batches of features are feature selection and hyperparameters. So when you select the features, I just take 10, 20, and 50 percent of the most important features based on Gini importance and refit the model. If score improved, I keep the model. If not, I just throw it away. It's the same for the hyperparameter optimization of the model. So I'd like also to add that sometimes it's really useful to remove the most important feature in your model because it's possible that the model just overfits towards the most important feature. And this feature is not the same in the test, for example, or in validation. So it might be useful to try it in your pipelines, but I didn't do it in this competition. So basically that's it. That was the whole pipeline, the whole process. And I also tested several ideas which didn't work in this competition. So the first one is to apply single model for each time series or do target scaling. So the both ideas didn't work. For example, applying single model for each time series, it could dramatically increase the number of models that we are going to use. And again, we had constraints both for training model and for loading model. And for example, if you have 50 models, you have to load them all at the same time. And you just could fail your pipeline in very unexpected way. So you failed during loading the model or saving it. So it was quite frustrating. And also, locally, it didn't improve the score too much. So I decided not to use it. And the second idea is to use target scaling. So basically, when you believe that you have different time series with different scales, but the underlying process of generating these features is the same, you could test the following idea. So you scale each time series by minimum and maximum value of this time series. And the time series will become more closer. It would be easier for model to find some same patterns in the data. It didn't work in this competition. So I decided not to use it. Then the models. So I tested CatBoost. It is too slow without GPU. I tested linear models that are not so accurate. So I decided not to use them. I tested various target transformations. So again, I tested using target SEs, differentiated target, used various power transformations and locked some transformations. It didn't improve score dramatically. So again, I decided not to use them. Also, I tested stacking and blending with different SEs. So it is a very simple idea. When you have your model with optimized hyperparameters, you may also decrease the variance of your predictions by training slightly different model. For example, you trained light GBM with 100 trees and subsample 0.8. You could train model with 90 trees and subsample 0.85 and then average prediction. So the model is slightly different and it could decrease the variance of your predictions and it helped sometimes. But in this competition, again, time limits. It wasn't possible to fit two models at the same time. So I decided to spend time on more promising ways. And also stacking, again, not possible. Final results. So on the left, I presented the public with your bot and on the right, the private. So two members of the SAI got in top three on the public part. The first one was Dmitry Glagin and the third one is me. But on the private part, I took the first place and Dmitry failed. So I have no idea what happened because he didn't overfit his model. He was in top one position for like three weeks or two weeks without too many submits. So the overfitting process is not so obvious. Maybe it wasn't overfitting. So it will be really interesting to have a look what went wrong in his approach. And second and third place are both strong teams from China. So second team, they won the previous competition on AutoMail. And they're probably making some sort of consulting related with AutoMail. And the third place, they won AutoMail on speech identification, something like that. So they know what they do. And also they open source their code. So I decided to show what went wrong in their solution. So again, when you're talking about other people's code, it's really very private. And I don't want to sound toxic in this. But I want to start discussion at least because I have some understanding what went wrong. So the first, this is overview of their solution. At first, the guys from second place, they created additional features. Just take previous target and they probably made a bug here. So the bug wasn't so obvious. In their additional features script, they had several scripts for calculating these previous values. And several of these scripts were really complicated. So that was really interesting to understand the idea behind the generating features. And in the end, they didn't use it. They used the most simplest approach here. And I was quite surprising because why they did it. So I had a look and I found that they didn't apply this strategy to all data sets. So they just applied this strategy to the data sets in which we had several time series ID columns. So for example, if you have two columns of ID, let's say shop ID and good ID, you apply the strategy. If you have only shop ID, you don't apply the strategy. It doesn't make sense. And also if you have no ID at all, it's also possible, which actually means that you have only one ID in your data frame. So single shop, for example, you also don't apply the strategy. It was quite interesting why they did so. And I think it was some sort of bug. And I decided to open an issue to discuss this why they decided to do this. And so the next batch of features, time features, it's obvious. The smart decision was to use only features which had several unique values. For example, you have only one year in your training data. What's the point to use it as a feature and so on. And the third point, probably the most important, is target scaling. So they applied target scaling as I've shown in the previous slide. But they did it after they created additional features. And this is actually the second bug which they probably made in their code. So I want to show it why it is a bug. So basically, when you generate your features, you're working with this data. So for example, you have two time series ID in your data frame. But when you're transforming your target and making predictions, you're working with this data. And let's take, for example, this time. So you want to make prediction for green points and blue points here. And you should take the previous value, which is obviously here. Let's say 0.8. But instead, because you transformed target after you created these additional features, you are not using these values, but you are using these values. So using 10 and 6 or whatever, 5 for your new features, which doesn't make sense at all. And I think what happened, they tested this approach. But because of the bug, it showed a worse score. And they decided to stick with the more simpler solution instead of the more complicated one. And that might be the reason why they didn't win this competition. So it's possible. Then they worked with categorical columns as Pandas categorical, one-hot representation. They trained two models, like GBM and linear models. They optimized hyperparameters, such as subsample and number of trees. But they used some sort of meta-learning, so they wrote the function themselves. I have no idea how they came up to this function, but okay. And they also used dynamic learning rate, which also might be a source of lower score than it should be. I will show it on the next slide. And probably that's the most important part of the final solution. About dynamic learning rate. So basically, when you are working with light GBM or any type of gradient boosting under the trees, you are fitting trees and then average your prediction. So you make an ensemble. And this ensemble is different from, let's say, a random forest. Because in the random forest, the weight of each tree is the same. But in gradient boosting trees, the weight of the first, let's say, a couple trees are far more important. I mean, contribution to the first several trees are far more important than contribution on trees, let's say, from 100 to 110. And these trees are already important. And when you are using dynamic learning rate from low to high, which is common in deep learning, you assign higher weights to already important trees, which doesn't make sense. Because these trees, they are not strong predictors. They are very weak predictors, and you are assigning higher weights to these predictors. I think it's source of the bug. I know why that happened. Because people think that the same approaches as in deep learning could be applicable here. So in deep learning, you will start from higher learning rates if you are not applying warm-up, stuff like that. And then when you hit the plateau, you decrease your learning rate and then continue training. But the gradient boosting are quite different algorithms, and you shouldn't apply this strategy. And I created a very simple example to illustrate this. So basically, I tested four strategies on the synthetic data. The first one is to use constant high learning rate. The second one is to use constant low learning rate. And then different strategies for changing, for dynamic learning rate strategy. And you could see that here the difference between the constant high learning rate and dynamic learning rate is not different at all. So basically, on the graph on the right part of the screen, you could see that the blue line, constant high learning rate, and the green line, dynamic learning rate, are quite the same. But the difference between the constant low learning rate and dynamic learning rate from low to high is quite different. So it is orange and red line. You could see that starting from, let's say, 300 trees up to 600 trees, dynamic learning rate showed better performance than constant learning rate. And this is actually important when you have time limits because you want to use as shallow model as possible. You don't want to train your model, let's say, for 200 to 1000 iterations. You want your model to be shallow. And here, dynamic rate could help. But again, if you don't care about the time, you just could fit your model with constant low learning rate and don't spend too much time on optimizing these hyperparameters. Because again, when you add more hyperparameters to your model, for example, in this case, it could be a low and high value of the learning rate. It could be the shape of curve. For example, should it be linear? Should it be exponential? Stuff like that. You should spend more time optimizing these hyperparameters. And I don't know why you should do it. And the third solution. So they applied categories to the categorical columns. They used time features. They created several new features. But I don't know why they decided to limit themselves only to this. So they used data features. The difference between previous value and the value before. And lag features. They calculated mean value of target and STD, max, and stuff like that for the last three, seven, and so on periods. They did so-called explore stage when they optimized hyperparameters of their model. Which might be a slight mistake because they optimized hyperparameters before they have any model at all. So basically, when you are very short on time and you start exploring, that doesn't make sense. In my opinion, they should return at least some sort of average model before going any further. But again, it's up to them. And they used three models like Jbrim, Rich, and Lasso. And the smart decision, actually, is that they adjust the blend coefficient during inference. So basically, during inference, you are giving the test data that you need to predict and the previous known labels. And they apply, they change the coefficients so their models could work well on the previous known data. Which is actually cool because when you fit your model, the scores of model can change over time. And some models could become better, some could become worse, and so on. And this allows you to adjust your solution without any interactions, without any refitting, which is cool. But the problem is that you are giving only the past one point. Basically, you are just given one point, one batch of feature, one batch of time series IDs. And adjusting coefficients only on one point would result in overfitting on the inference time, which might be the case why they didn't score so well. And the number of updates was also smart. So they decided to divide update time by the train time, which was spent without Explorer stage. And basically, that's it. So if you have any questions or comments, I'd like to answer. And also, this is the link to the presentation. We've got a question here. Hi. Thank you for your report. I want to ask you, how did you work with seasonal component? How did you clear your data? Is it needed or not? Well, actually, you don't need to clean your data if you have this seasonal information in other columns. So basically, you could say that this information is contained in the categories, let's say, month of the year. And I didn't take away the seasonal component of trend or something like that. So I just took it from categories. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Any questions? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. У нас доклады закончились. Спасибо большое, Авито, за предоставленную площадку. Также хочется сказать, что те, кто хочет оставить свое мнение либо поделиться какими-то идеями, пожалуйста, проходите по QR-коду. Она ведет на форум, где можно, соответственно, какое-то свое мнение об этой тренировке и вообще об этом мероприятии оставить. Спасибо всем. Спасибо, спасибо, ребята. Для тех, кто хочет узнавать новости Авитотех, можно подписаться на наши каналы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграм и в блоге на Хабре. Спасибо.